Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. Региональные делегации выстраивают деловые взаимоотношения и заключают выгодные контракты. Тверская делегация во главе с губернатором Игорем Руденей провела ряд важных встреч. Губернатор встретился с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Витамек Дмитрием Чудаковым. Итогом стало подписание соглашения о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству инновационного ветеринарно-фармацевтического комплекса Верхней Волжья. На первом этапе планируется построить комплекс с площадью 3000 квадратных метров. Предполагается, мощность предприятия составит 140 тонн препаратов и 120 тонн кормовых добавок в месяц. Инвестпроект позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций. Губернатор Игорь Рудене еще провел встречу с учредителем компании «Милти» Олегом Савцевым. «Милти» специализируется на выращивании и переработке овощей, а также производит готовые блюда, салаты, выпечку и так далее. Инвестиционный проект реализуется в деревне Калининского округа. Проектом предусмотрено 500 миллионов рублей инвестиций и создание более 100 новых рабочих мест. В планах реализации Верхневоложья еще одного проекта это позволит создать не менее 500 рабочих мест. На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта между правительством Тверской области и акционерным обществом «Технодинамика». «Холдинг» специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции. «Технодинамика» планируемый резидент особой экономической зоны «Эмаус», которая сейчас создается в Тверской области. На первом этапе будет закуплено современное оборудование, в которое будет вложено порядка 4 миллиардов рублей. Еще около полутора миллиардов рублей направят на современные разработки. Завод нарастит количество рабочих мест до более чем 500. Редактор субтитров А.Семкин